Техосмотр отменен. Диагностическая карта больше не нужна. Такими громкими заголовками пестрит новостная лента интернет-повисковиков. Что же на самом деле происходит с техосмотром? Я Маша и об этом в сегодняшнем ролике на канале Фрейтак Медиа. Совсем недавно Совет Федерации одобрил закон, отменяющий необходимость предоставлять при заключении договора ОСАГО диагностическую карту. До настоящего времени Федеральный закон номер 40 об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также положение Федерального закона номер 196 о безопасности дорожного движения обязывали страховые компании проверять наличие действующей диагностической карты на автомобиль. Если у вас не было диагностической карты, то и купить поле ОСАГО вы не могли. Но принятые новшества отменяют обязанность страховых компаний проверять наличие действующего техосмотра. И купить поле ОСАГО без диагностической карты будет можно уже совсем скоро, после 22 августа 2021 года. Прохождение технического осмотра пока не отменили, но наличие диагностической карты для оформления ОСАГО больше не потребуется. Полис ОСАГО является публичным договором, поэтому доступность приобретения полиса просто необходима. Однако с 1 марта 2022 года, согласно новой редакции Коап, за отсутствие техосмотра на автомобиль будет предусматриваться штраф в размере 2000 рублей. По мнению властей, это должно стимулировать автовладельцев проходить техосмотр и получать диагностические карты. По сути, с 22 августа 2021 года и по 1 марта 2022 года возникнет окошко в законодательстве, которое практически позволит автовладельцам ездить без техосмотра. Если до 22 августа 2021 года техосмотром будут интересоваться страховщики при оформлении ОСАГО, то после 1 марта 2022 года есть техосмотр или нет, в ГИБДД узнают только с помощью камер видеофиксации на дорогах. Предвкушая ваши вопросы, сообщаю. Процедуры техосмотра не отменили, технические осмотры автомобиля нужен, все осталось в силе. О том, как будет проходить процедура техосмотра, вы можете посмотреть в моем прошлом видео на нашем YouTube-канале. Вернемся к ОСАГО. Кроме штрафов автовладельцев ждет еще один сюрприз. Но не от властей, а от страховых компаний. Теперь страховые компании смогут предъявлять регрессные требования к виновнику ДТП, если он управлял автомобилем без действующей диагностической карты. Полисы ОСАГО продаваться будут без ТО, но выплачивать деньги в случае аварии страховым компаниям будет необязательно. По большому счету, ничего не поменялось в части прохождения техосмотра и получением диагностической карты. Как был нужен техосмотр, так и остался. Просто теперь диагностическую карту не нужно предъявлять страховщикам для заключения договора ОСАГО. Как будут дальше развиваться события вокруг реформирования системы техосмотра? Удастся ли законодателям учесть интересы всех участников системы, в том числе и обычных автовладельцев? Покажет время. Ну а мы будем держать вас в курсе. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры сделал DimaTorzok